Забыли убрать термометр или не рассчитывали, что чадо узреет его на высокой полке? Итог, прибор для измерения температуры разбился. Что делать с шариками ртути? Действовать нужно незамедлительно, ибо пары ртути легко проникают не только в ткани и органы человека, но и в материалы домашней обстановки. Основные признаки отравления – это металлический прикус во рту, общая слабость, головная боль, болезнь десен и их оттек, который покрывается потом еще серым цветом, боль в желудке и расстройство желудка. Первым делом выведите всех из комнаты, откройте окна и закройте двери. Уборку вам стоит провести вручную. Пылесос в этом случае не друг. Потому что пылесос в себя их всасывает, и в то же время пары ее выбрасывает при помощи электродвигателя, при этом нагревает ее. При нагревании увеличивается концентрация отравления ртутью. Экипировка. На ноги бахилы или пакеты. На лицо повязка. Обычной кисточкой нужно собрать шарики ртути на что-то твердое. Коробочка или детский совок подойдут. Можно воспользоваться резиновой грушей или шприцем без иглы. Собранное выливаем в пластиковую бутылку. Очень сложно собирать разлившуюся ртуть. Это с ковров, с диванов. Поэтому есть только два способа. Или выбросить это все на помойку, или отдать на специальную химическую очистку. Это дорогостоящая процедура. Бутылку с ртутью, осколки, а также перчатки и бахилы нужно привезти в управление по делам ГО и ЧС. Не выкидывайте в мусорку и не выливайте ртуть в унитаз. Она может сконцентрироваться в одном месте. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, в больших объемах она может вызвать смертельный исход человека. Место, где разбилась ртуть, нужно помыть на 3-4 раза мыльной водой или раствором марганцовки. Но лучше использовать специальные растворы, чтобы уж наверняка. Один минус, они продаются только в специальных наборах для демеркуризации и стоят около 3 тысяч рублей.